Перо обронила птица, Лист отдала осина Зеркалу силаам Лёгким дыханием Бога Их по воде носила Между само и сам. Короткий такой фильм с тем, чтобы, ну, наверное, погрузиться в воспоминания. Видели, наверное, или прочитали, что там в память о Матрёнине, Николаю Матрёнине. Своё его творчество можно рассматривать тоже с этой точки зрения, потому что мы, обращая внимание на его фигуру, сталкиваемся с тем, что его трудно уловить. Он, скорее, живёт в воспоминаниях. Эти воспоминания очень часто сумбурные, непоследовательные и очень часто можно говорить о том, что он сам так мыслил и всё время переосмыслял своё прошлое, путал года, череду событий, и вклинивал в эти свои воспоминания какие-то детали, которые, наверное, происходили, как у любого творческого человека, исключительно в голове, а в конечном итоге они становились такой для зрителей реальностью. Ну и самое главное, для чего я поставил этот ролик, «Мне хотелось, чтобы вы услышали его голос, чтобы автор присутствовал здесь». Это такой, на самом деле, ход очень важный, потому что все его фотографии и вообще все его художественные работы, они глубоко личные, но всегда были направлены на каких-то людей, потенциальных зрителей. И вот этот цикл стихов, которые вы сейчас прослушали частично, книжка вышла, она гораздо толще, это смс-стихи, которые он сочинял и отправлял смс-ками своим друзьям, а потом в конечном итоге он ходил и всем звонил и спрашивал, «У тебя остались мои стихи, которые я тебе отправил?» Потому что нужно было быстро записать, потому что это была реакция на ту среду, с которой он общался. И таким образом, через восстановление, через отправку этого же сообщения обратно, он получил сборник стихов, которые сделал, отредактировал, оформил своими фотографиями, иллюстрировал своими фотографиями, и в конечном итоге получилась книжка, такая замечательная. была выпущена галерея Борей, издательством Борея, ну и стоит ее почитать, короткие стихи. Мотографы, которые сформировались в 60-70-х годах, вот в этом, как бы, переходе с 60-х на 70-е годы, и сформировавшись в это время, они все отличаются тем, что их очень сложно считать просто фотографами. В действительности, они обладают совершенно потрясающим потенциалом во всех направлениях, они увлекаются живописью, они увлекаются сочинительством, кто-то пишет рассказы, кто-то сочиняет стихи, они, естественно, занимаются фотографией, но никогда не заканчивают ей, а стараются сделать что-то еще более серьезное. Кто-то из них достигает профессионального уровня, кто-то, как вот Николай Матрёнин, не достигает этого профессионального уровня, уже совсем, вот в последнее время он занимался изобразительным искусством, но не суждено было, как бы, достичь совсем, как бы, очень хорошей такой высоты профессиональной. Все они интересны нам с той точки зрения, что они, с одной стороны, определяют направление петербургской фотографии, с одной стороны, а с другой стороны, они резко выделяются из нее. Еще раз повторяю, они не совсем фотографы. Можно говорить, что они некий эквивалент тому, что в 60-х годах в Америке получила название «Артист». То есть человек, который работает с различными технологиями, совмещая их, микшируя, и в результате получает совершенно уникальный продукт, который всегда является произведением искусства. Это характерно еще и для Николая Матрёнина, потому что какие-то фотографии нам будут сегодня понятны, какие-то будут непонятны. Мы постараемся их каким-то образом переварить, тем более, что все-таки я не искусствовед, я не могу подходить с точки зрения живописи, я говорил с точки зрения фотографии, каких-то знаний. Это всегда очень тяжело, поэтому если у меня какие-то ошибки вдруг будут, вы уж простите меня. Вообще судьба Николая Матрёнина, фотография чуть-чуть повисит, это его автопортрет 70-х годов, точная дата неустановима, он здесь еще молодой совсем. Его судьба изначально была очень странна к нему, потому что до своего рождения семья его жила в Крыму, но в тот момент, когда уже мама была на сносях, уже должна была его родить, уже подходил срок, с его братом старшим произошло несчастье, и он сломал позвоночник, но сначала не поняли, и потом, когда поставили диагноз, его вместе с матерью отправили старшего брата в Ленинград, в клинику на консультацию, где выяснилось, что он настолько серьезно сломал позвоночник, что по сути он обречен на длительное бездействие, и мать стала переживать очень сильно, и родила Николая на два месяца раньше, то есть в принципе он должен был родиться, как он говорил, в Крыму, и там и остаться, и вдруг он оказывается в Ленинграде, несмотря на это, семья через какое-то время уезжает обратно в Крым, и там тоже такая же история очень странная, потому что семья в которой отец был крымский татарин, которого должны были сослать в 50-х годах, и который меняет свою фамилию на Матрёнина, и в результате остается в Крыму, вот как бы это все закручивается, закручивается, и только уже позже Матрёнин возвращается в Ленинград в 50-х годах, и куда его отправляет мама к родственникам, и начинает, соответственно, свою жизнь здесь. Родился он 6 февраля 50-го года, жил в центре на Маховой улице, и сразу мы можем себе представить, что это и театральный институт, и тогда было ещё ТЮЗ, в том месте был недалеко, и художественная школа, в которой он занимался в школьном возрасте, и увеличение фотографии первое, когда он покупает смену, фотоаппарат смену, и начинает увлекаться фотографией, снимая жизнь вокруг, и попытки первые рисовать, именно с этим связано его поступления в художественное ученище. То есть весь круг этот был вот такой вот очень плотный, очень связанный с Маховой, с тем районом, от которого от Маховой недалеко был Невский проспект. После школы, когда он заканчивает школу, он оказывается в такой вот среде, таким свободным, на самом деле, подростком, а я говорил, что он жил у родственников, в коммунальной квартире, и, соответственно, начинает увлекаться совершенно, вот ищет что-то, что было бы ему интересно. Прежде всего, это театр, потому что он поступил в театральную студию, которой тоже какое-то время занимался, потом он переходит в театральную студию, которая организована при университете ленинградском, где участвует в первом спектакле, и вот этот театральный момент, театральное стремление или стремление стать театральным актером, она играет с ним такую злую, достаточно судьбу, сыграла, потому что тот спектакль, которым он участвовал, после его премьеры был запрещен цензурой, в 60-х годах, в середине 60-х годов руководителя уволили, студию разогнали, а он оказался перед таким странным выбором или пойти в армию, или, соответственно, оказаться в числе таких своеобразных изгоев, диссидентов, внутренних диссидентов, что он, в принципе, и сделал, потому что, отказався еще идти в армию, а это произошло в конце 67-го, в начале 68-го года, опять же, вот эта вот путаница очень странная, потому что, по его воспоминаниям, ему грозила отправка в Чехословакию, в Прагу, он не захотел туда идти, и, соответственно, проходил психиатрическое освидетельствование, которое, по сути, грозило ему тем, что он оказался в психиатрической лечебнице. после того, как он это узнал, он скрывается, и в течение где-то года он ездит по стране в попытках избежать этого. В 68-м он возвращается в Ленинград, и с этого, по сути, момента начинается такая вот по-настоящему его жизнь, потому что в этот момент он начинает работать, устраивается в Институт усовершенствования следственных работников органов МВД, это Литейный проспект, недалеко от угла Сневский, в то же время там открывается чуть-чуть раньше, в 64-м году, кафе Сайгон, сначала оно называлось Подмосковье, он практически сразу же туда же начинает ходить, а в конце, когда начинает там работать, он вообще уже завсегда до этого кафе, постоянно там общается с художниками, знакомится, он же театральный актер, неудавшийся, и, соответственно, у него есть способность знакомиться с людьми, быстро находить язык, и эта способность осталась практически на всю жизнь, он совершенно спокойно общался с любыми категориями людей. Еще одна иллюстрация того, каков у него был характер. Это перформанс, это не что-то другое, просто он играет как актер, и, соответственно, вот это изображение, где он играет на камеру. Достаточно интенсивная жизнь, когда он работает в этом институте, и одновременно начинает посещать фотолабораторию, опять же, знакомится с заведующим лабораторией института, где начинает заниматься фотографией. Уже осваивает ее достаточно серьезно, во всяком случае, первые эксперименты он проходит под руководством заведующего лаборатории, и в те же годы в Сайгоне он встречается и сдруживается с такими фотографами, о которых мы уже говорили, это с Борисом Смеловым, и это фотография Бориса Смелова, на которой изображен Николай Матрёнин, и со вторым человеком, фотографом интересным, о котором речь Вячеслав в прошлый раз, это Борис Кудряков, которые на него достаточно сильно влияют с точки зрения фотографии. Если мы посмотрим работы, то в принципе что такое жизнь того времени фотографическая? Люди встречались с работой из института, он брал зенит, и начинали гулять просто по городу. Об этом уже множество раз говорили, это такая характерная ситуация именно для петербургской фотографии, потому что сколько не узнаешь, когда берешь интервью, интересуешься этим, например, в Москве такого не происходило. Возможно, Москва очень большая, возможно, Петербург более комфортен для этого, потому что сам Невский проспект уже сразу же предлагает длинную такую прогулку, часа на три туда, обратно, и она нескончаема, можно заходить в различные заведения, пить кофе. И вообще кажется, что в этот момент все складывается, потому что в 60-х годах, почему открылась кафе Сайгон, потому что в 60-х годах в Ленинград поступили кофемашины венгерские, которые вдруг неожиданно пробудили интерес всего практически населения кофемании такой. То есть по сути они вернули еще дореволюционную традицию и одновременно стали вот эти вот эти кафе стали прибежищем для встреч людей, для неформального общения какого-то. И в Сайгоне общались художники и фотографы, еще много писателей. Когда мы смотрим эти фотографии или когда я смотрю на эти фотографии, лучше так говорить, здесь по сути есть влияние Смелова, который один из первых начинает снимать например с крыш, с верхних точек. Эти фотографии дают возможность представить также как начинал экспериментировать Матрионин с фотографическим творчеством. Что он делает, что он выбирает в качестве объектов. Сюжеты простые, это или город с его архитектурой, или жанровые съемки, естественно, это дети, и дети как бы для всех фотографов ленинградских того периода очень важная тема, потому что в отличие от сегодняшнего наверное времени, дети вели себя очень свободно, раскрепощенно, и это немаловажная вообще вещь, эта тема не требовала разрешения, то есть никто не обращал на это внимания, ни милиция, ни КГБ никто, это вполне доступная тема, и ее было интересно снимать, потому что на этом, в этой теме можно было точно так же экспериментировать, пытаться получить вот это изображение, которое в конечном итоге, или фотографию, которая в конечном итоге станет той удачей для фотографа, для автора, которая может стимулировать дальнейшее его увлечение фотографии. Но опять же важно говорить, что вот этот период конца 60-х, начало 70-х, где-то до 73-го года Матрёнин делает очень простые снимки, в отличие от того, что будет гораздо позднее. Он реагирует на повседневную жизнь. И снова стоит опять же упомянуть, напомнить, что для 70-х годов, для начала 70-х годов съемка повседневности и даже виды города, вы обратили внимание, что всего лишь два сохранилось таких вида. Во всяком случае, у нас есть собрание. Ну и в интернете тоже этого не так сильно встретишь, потому что вообще фотография Матрёнина не так много сохранилась. Я в дальнейшем скажу, почему причина этого он выбирает не парадное, не событийное, как бы несобытийные сюжеты, а скорее то, что привлекает его своей странностью, необычностью, то есть вот этот случайный, слепой момент, который через его видение оживает, становится интересным. Нельзя сказать, что эти фотографии в тот момент наверное кого-то очень сильно поражали, потому что практически каждый фотограф стремился к такой съемке, к съемке портрета, к детской теме, но в этих фотографиях заметно, что Матрёнин ищет какие-то свои подходы к съемке того же портрета. Вот, например, здесь любопытно обратить внимание на то, что он снимает достаточно с резким таким театральным светом, который проявляет что-то неожиданное. Его портреты построены еще на том, что он точно так же ловит не характер, а момент, который определяет образ человека, скорее даже внешний, а не внутренний. Момент, делающий фотографию странной, вырывает ее с действительностью и преподносит ее зрителям для того, чтобы зритель каким-то образом точно так же переживал элементы повседневности. Темы простейшие, но портреты интересные, оригинальные. Когда мы сравниваем с тем, что было снято в то время другими фотографами, я всегда думаю о том, что такого практически никто не снимал. Если бы это была одна фотография, то это было бы другое дело. Их достаточно много, и он упорно, достаточно упорно пытается работать, разрабатывать тему портрета. Она выстрелит гораздо позднее, уже в середине 70-х годов, где-то в 75-м, 77-м годах, когда в конечном итоге он начинает фотографировать художники, пытаясь зарабатывать на этом деньги. Еще одной темой, которая сразу же практически появляется в его творчестве, становится тема кладбища. В 70-х годах он достаточно часто посещает кладбище Смоленское, начинает фотографировать его, католическое, православное, фотографирует летом, зимой. Вот эта тема, которая я думаю, что вы вспомните, она проявляется даже его в стихах, тема некой памяти о том, что было, что может быть о прошлом, о настоящем, о возможной вот этой ситуации невечной жизни, потому что в молодости об этом стараются вообще не думать, а когда приходит на кладбище как раз это очень сильно переживает. Естественно, его привлекают еще такие моменты несопоставимого, потому что с одной стороны это очень гармоничное такое духовное пространство, а с другой стороны оно разрушенное в тот момент, битые памятники, разрушенные могилы. он снова обращает внимание на это, для него это становится символом наверное не только тленности, а еще символом определенной свободы, где можно думать о чем угодно. Гораздо позже, когда я с ним познакомился и стал достаточно так плотно общаться, я столкнулся с тем, что он всегда говорил, особенно летом, пойдем погуляем на кладбище. Это единственное место на Васильевском острове, где есть много зелени и всегда очень хорошо и тихо. Когда он туда приходил, он не сидел, а скорее постоянно передвигался и было видно всегда, что он ищет какие-то уголки, которые связаны с его памятью. Это не были конкретные какие-то могилы или какие-то места, скорее это взгляд, который ранее брошенный, который запечатлелся в его памяти, это происшествие, которое там произошло, это встречи. здесь стоит, конечно, упоминать о том, что в 70-е годы многие художники отправлялись на кладбище по чисто утилитарному надобности для того, чтобы просто посидеть в тени на скамейке или на краешке могилы между памятниками и выпить в компании какой-то спиртной напиток. Это продолжалось, это поколенческая вещь, потому что это было и в 70-х, и в 80-х, и в 90-х годах, закончилось уже в 2000-х, когда оттуда стали уводить полиция гнать всех, кто этим занимается распитием спецных напитков. В 70-х годах Сайкон ему приносит знакомство с очень другими важными людьми, это Владлен Гаврильчик, художник, который по сути сформировал и натолкнул его на мысль заняться живописью. И он начинает пробовать себя в живописи, но самое главное, о чем он говорил, это то, что Гаврильчик дал возможность научиться композиционным решениям, более правильным, чем у него были, более изощренным, более интересным, более глубоким, более неожиданным, чем мог себе представить человек, который выстраивал через видоискатель аппарата, через какие-то простые достаточно композиции. Вторым или двумя еще очень важными для него людьми были художники Дышленко и Михнов Вайтенг. Те тоже на него очень сильно повлияли с точки зрения опять же своих работ, той энергетики, которая свойственна художником того времени той бесшабашности, когда фотография начинает переходить под их влиянием у него в совершенно неожиданное творчество. Вот эта серия абстракций и считается, что в 1977 году, когда она была показана в квартирной выставке у Сергея Сегитова, он стал по сути первым в Ленинграде на тот момент фотографом- абстракционистом. Насколько вам интересно рассматривать эти работы, как вы их переживаете, но до сих пор, когда смотришь на них, когда я смотрю на них, я задумываюсь о том, как вот этот подсумбурный достаточно, но характерный для художников того времени экспрессионист и подход к работе с фотографическим материалом позволил ему получить совершенно потрясающий набор вот таких вот абстрактных картинок. Что в них удивляет? Удивляет то, что это очень короткий период, и в рассказе Матрёнина всегда звучала такая вещь, когда у него спрашивали, а как же ты это получил? Он говорил, виновата моя профессиональная работа, а в этот момент он работает уже в другом месте, тоже профессиональным уже фотографом. У нас было, рассказывает он, много технической плёнки различного размера, и её было некуда девать, её можно было списать, а можно было использовать. И, соответственно, как-то когда я начал её уничтожать, перерабатывать для сдачи на серебро, открыл одну коробку, вытащил, выкинул в этот самый мешок с мусором, чтобы сдать, а потом остановился и думаю, дай-ка я с ней поработаю, и пошёл в тёмную комнату, в лабораторию, и начал просто на неё брызгать проявителем, закрепителем, потом сминать, складывать, сворачивать, ещё что-то, и так это продолжалось в течение недели. Всю плёнку, которую он израсходовал, потом он сушил, когда начал смотреть, он говорит, я был поражён тем потенциалом, который эта плёнка дала, потому что работы даже напечатанные потом оттиском, а это форматная плёнка 1824, через много-много лет эти негативы, надеясь, что сохранились, их много, штук 100, наверное, даже через много лет, когда ты на них смотришь, то видишь их объёмность прежде всего, видишь, что они вообще неустойчивы к определению того, где у них верх или низ, и каждый раз, когда ты её ориентируешь, и здесь тоже стоит указать на это, что, разговаривая с ним, я пытался узнать о него, здесь есть верх и низ, здесь есть точная ориентировка, он говорит, я так её не нашёл, может быть, ты найдёшь, и вот это очень странная вещь, когда одним вопросом он погружал человека в интерпретацию, то есть говорил практически, а что ты здесь видишь, и эта попытка увидеть всегда приводила к тому, что буквально сразу же работа раскрывалась или почти сразу, и интересно было на неё смотреть, возвращаться, а потом проходило время, ты открывая эту коробку снова, смотрел на те же самые работы, и вдруг ты видел совершенно уже другое. По-настоящему абстрактных работ здесь не очень много, потому что на самом деле наш взгляд и мозг пытаются найти привязку к этому. Иногда Матрёнин очень чётко там направлял и говорил, ты видишь, как только он говорил, ты видишь что-то, то, соответственно, сразу же это и возникало, и больше никуда не девалось. И в этот момент это интересно, можно было крутить как угодно, но ты всегда видел то, что он тебе показал, западает в память. При этом эти все работы абсолютно разнообразны. Вот этот недельный какой-то цикл, когда он бесконечно производил, точнее, как он говорил, портил плёнку, выкидывал её по сути в ведро, дал ему возможность получить разнообразные, очень разнообразные работы по технике, по форме, по содержанию, по тоновым каким-то решениям, потому что, к сожалению, опять же, хочу сказать то же самое, что говорил уже несколько раз до этого, что эти работы тоже нужно смотреть в оригинал. Дело в том, что каждый лист, на котором эта фотография печатается, он обладает определённой тональностью в зависимости от того, на какой бумаге он напечатал. А так как эти все негативы не совсем качественные, условно говоря, потому что это же из брака, то приходилось в тот момент использовать различную бумагу, а различная бумага имеет различные оттенки от синего, зелёного, жёлтого чуть-чуть и всё это переходы. Когда смотришь, начинаешь думать, наверное, это обманка, но они как будто цветные. Здесь этого эффекта нет, это скорее графика, которая не сохраняет это. Хотя чуть-чуть можно увидеть тенок за счёт цвета лампы проектора. Что здесь произошло? По сути, Матрёнин открыл для себя ту область фотографии, которая давала ему возможность получать работы, которые не связаны были с фотографическим творчеством. И он отмечал это ещё в момент знакомства со Смеловым и Кудряковым. У него было воспоминание о том, что ему больше нравился или ближе был Кудряков, чем Смелов. Почему? Смелов был очень строгий и более фотографичный, а Кудряков был более художественный, экспериментальный. Если у Смелова можно было предугадать следующую работу, что он снимет. И было такое замечание у Матрёнина, когда он говорил о том, что когда гуляли они вместе Смелов, Кудряков и Матрёнин, это уже в 70-х, в конце 70-х годов, достаточно тесное общение было. Можно было смотреть на Смелова и представить, что он снимает. У Кудрякова никогда этого не получалось. Одновременно эти работы ему дали возможность сделать первую выставку, после которой он достаточно стал известен, писался вот эту фотографическую среду, его стали приглашать, он стал чуть-чуть показывать работы свои. Другая часть его была занята более, наверное, интересным для него в этот момент творчеством, это литературным творчеством. И в 74-м году Кудряков Матрёнина знакомит с Константином Кузьминским. К этому моменту Матрёнин написал уже несколько коротеньких рассказов. Кузьминский читает один рассказ, публикует его в сборнике Лепрозорий, и с этого момента появляется вторая линия, очень серьезная, то есть Матрёнин начинает чувствовать себя писателем. Он продолжает совершенствоваться здесь, и мы видим, как писательская линия в конечном итоге воплощается в этих СМС-стихах гораздо более поздний период, уже в 2000-е годы. стремление писать рассказы, стихи были поддержаны и подклёстнуты Аркадием Дорогомощенко, вот здесь на фотографии, с которыми они стали друзьями где-то в районе 1977-го года, когда охраняли по воспоминанию, он часто опять же это вспоминал, когда они охраняли на Васильевском острове склад со зерчаткой с динамитом. В действительности непонятно, что они там охраняли, описание этого было очень странное, это снова такая старушка за забором на пустырях туда ближе к Приморской сейчас, где было много ещё пустырей заброшенных, огороженным вот этими заборами, где собирались опять же художественная тусовка, но прежде всего охраной этого участка занимались три поэта, ну, как бы Матрёнин это был третий поэт, ещё был, соответственно, Драгомощенко, третий поэт Кучерявки. Туда же начали приходить художники, туда же начали приходить музыканты. Серия вот Драгомощенко, она достаточно большая, когда смотришь архив, оставшийся после Матрёнина, то поражаешься тому, насколько часто он фотографировал Драгомощенко. Ну, десяток плёнок, наверное. Они вместе плавали на лодке по Невье, вместе участвовали в различных чтениях литературных. Этот материал совершенно, конечно, потрясающий, как и клинография уже другого поэта, Драгомощенко. Сильное влияние Кудрякова здесь тоже можно было ощутить, но гораздо позже. он ему, как я уже сказал, нравился с самого начала, и такая любовь к прогулкам по неофициальной части Петербурга, по каким-то дворам, по каким-то закоулкам Петербурга провоцировала на то, чтобы видеть упущенные детали, то, на что практически такие фотографы, как Борис Милов не обращали внимания. В тот же момент его работы приобретают очень лаконичное название, вот как здесь ДГ-20, ДГТ-20, например. Что это такое? Непонятно, просто аббриаратура, которая как некий контрапункт самому изображению. То есть мы стремимся его понять, но по сути мы до конца это изображение и этот объект никогда не поймем. И здесь объект становится гораздо важнее, чем все остальное. Это первые такие эксперименты, первые я бы сказал экземпляры, фотографические фотоотпечатки в его коллекции, которые приведут к гораздо более серьезному серьезным работам в более поздний период. В то же время, как я уже упоминал, он начинает снимать художников андеграунда, это вот Игорь Захаров Рос, пытаясь его снимать практически каждого, как и Доргомощника, он снимал много, ища наиболее, наверное, интересные ракурсы, интересные моменты, отражающие образ художника. Он начинает потечать художественные тусовки, где знакомится, его круг расширяется, он знакомится со многими людьми, которые точно так же начинают на него влиять, но по сути Матрёнин никогда в этот круг не вошел полностью. Для него это была среда такая тусовочная, которая ни к чему не обязывала, и он во многих случаях вспоминает это, или вспоминал, когда был жив, вспоминал это как анекдотичные события, связанные с какими-то историями, с этими людьми, с собой, и в определенный момент, наслушавшись его рассказов, я даже сделал ему предложение, говорю, с тобой надо гулять по городу, но не смотреть на достопримечательности, а чтобы ты водил в те места, которые связаны с антеграундной жизнью, в которых именно с твоей точки зрения происходило что-то, что ее определяло. Это как, если бы это было возможно сделать, это превратилось бы в энциклопедию, где в каждом этом месте можно было сделать фотографию. В общем-то, такие фотографии он и делал. Вот как рос в определенном месте, где у него была мастерская, и благодаря Матрионину это место может существовать, это место в городе может существовать, как именно привязка именно к его творчеству. Именно там возникли работы, именно там происходили события, именно там были встречи. К сожалению, через какое-то время все это уходит, мы забываем, память Матрёнина, она всегда открывала новые какие-то вещи, он всегда вспоминал фотографии, говорил, в этом месте, например, вот как здесь, на этом снимке, вы, наверное, узнаете, кто это, это Курёхин, он говорил, однажды к нам в старушку, где мы охраняли динамит, пришёл Курёхин, его кто-то привёл, мы его ещё не знали, кто это такой, что это такое, посидели, выпили, а потом что-то произошло и дальше улетает куда-то дальше, история улетает, и остался только этот портрет, «Зачем я его снял?» Точно так же, как вот этот автомобиль, который стоял точно там же, на этих закрытых территориях, это полуторка военного времени ещё, который его привлекал, он снимал её несколько раз, но осталось два дубля только. Портрет Лена Гаврильчика во дворе его мастерской тоже достаточно любопытный момент, что прогуливаясь по городу с Матрёниным всегда можно было ожидать, а давай завернём вот сюда здесь есть место, в котором и дальше начиналась история. Где-то в середине 70-х стиль Матрёнина снова меняется, он снова делает какой-то неожиданный такой шаг. Если абстрактная работа была связана с экспериментами с материалом, то дальше я уже упоминал об этом, что он коллекционирует объекты, ходит и собирает их, складывая их в архив. И здесь это проявляется уже в другом направлении. Например, вот это такая странная фотография с курицей и камышом. Абсурд? Нет, здесь идёт освоение некого пространства, когда один объект достаточно характерный для того времени, курица с головой, с ногами, устанавливается и обыгрывается. То есть по сути он этот объект начинает оживлять, встраивает другую систему и она и пытается точнее, и пытается её раскрыть. Не могу сказать, что эта фотография может считаться шедевром, но она предвестник того, что появится чуть-чуть позже. Это вот такие натюрморты, которые собираются абсолютно из разных предметов. Наступает тот период, когда Матрёнин собирает у себя дома всё, что попадается ему на глаза, всё, что ему представляется интересным, нужным, и то, что по мнению большинства людей неинтересно, и не нужна. Вообще вещь как таковая, которая не несёт значения функционального, она опять же вырывается из этого контекста нужности и переносится в контекст чего-то художественного. И когда мы или вы смотрите, я надеюсь на это, что вы, рассматривая этот натюрморт, начинаете, может быть, вспоминать что-то из истории искусства, из живописи, что связано с такими натюрмортами. То есть они уже несут перекличку не столько с миром, не столько с абстракцией, а с какой-то конкретным конструктом, который был заложен у Матрёнина в памяти и который раскрывается совершенно через другие вещи. В действительности таких фотографов, как Матрёнин, с этой серией практически больше и не было. Удивительный мир вещей, которые снимали тогда в 70-х, в конце 70-х, в начале 80-х, становится очень популярная новая тема, возявляется интерес к натюрморту, но эта тема определяется как жизнь вещей. Мне кажется, что Матрёнин ухватывает эту тему и превращает её во что-то большее сразу же. Очень интересные композиции, потому что он не столько работает с предметами, а как бы многослойно работает. Он использует ещё и фон. При этом это не рисованный фон. Это какие-то материалы, которые подчёркнуты светом, то есть используют театральный свет, театрализуют это представление, в которых героями становятся вещи. Видите, как меняется? И сразу всё становится другим. Можно выбирать, но на самом деле это всё абсолютно разное. Интересно то, что с течением времени эти натюрморты меняются не по конструктам, а скорее с точки зрения добавлений. То есть он добавляет туда вот эти меловые штришки, нитки, какие-то абстрактные линии, вот как эта палочка для размешивания химических растворов, фарфоровая. Параллельно он продолжает исследовать вот это вот абсурдное, абстрактное пространство, которое не связано с пониманием хорошей, качественной фотографии. пытается достичь авторского, индивидуального, характерного только для него высказывания. Однозначно, что в этот момент он отходит от Кудрякова, от стиля Кудрякова и уж совсем удаляется от смелого совершенно, потому что его больше не интересуют пейзажи и с этого момента он практически их никогда не снимает. Мир его начинает концентрироваться вокруг тех того богатства предметов, которые собираются у него в мастерской, дома. Равновесие здесь, наверное, такое своеобразное, природное. Скорее, мы сталкиваемся с тем, что он пытается написать картину средствами фотографии, то есть, по сути, готов ее перевести именно в нее, в картину, в живопись. Именно к этому периоду, как я уже говорил, относятся его уже такие регулярные занятия живописные, хотя эти два направления идут как бы параллельно, не пересекаясь друг с другом, потому что живопись не дает приближенной реальности, которая дает фотографии. И видите, снова, здесь не все натюрморды, которые были сняты тогда, и здесь стоит сказать, за исключением небольшого количества вот этих небольшого, потому что не все на самом деле сохранилось, то, что унес домой, то осталось абстракцией небольшого количества натюрмортов. Большая часть архива Матрёнина в конце 70-х годах исчезает. Как это происходит? Он увольняется с очередного места работы и просто не забирает архив оттуда. Когда приходят его забрать, оказывается, что его выкинули на помойку. Соответственно, то, что находилось дома, то и осталось. И больше ничего. Поэтому его фотографическое творчество оно очень такое разорванное, и когда начинаешь его смотреть, то скорее видишь такие наметки. Вот здесь делал, здесь делал, здесь попробовал. Его наработки фотографические находят выход гораздо позже, уже в 2000-х годах. Кстати говоря, он точно так же экспериментирует с огнем, как кудряков, поджигая какие-то вещи, точно так же пытается использовать световые моменты, типа лампочек, свечек, что-то такое, что дает снова новый уровень. восприятия этих работ. Работа с огнем дает ему возможность уйти от статичности того, что он создает. Он закладывает туда уже время, текущее за счет сжигания чего-то, того или иного материала. Вот эта сказанная нить, которая связана с кладбищем, она не заканчивается, она продолжается, и, как я уже говорил, он регулярно посещает кладбище, и самое любимое, это Смоленское, не только уже снимает формальные какие-то вещи, но использует уже модели, это его дочь, которую он водит на кладбище и снимает. Странная вещь, когда я говорю о кладбище, меня тоже чуть-чуть как бы немного передергивает, наверное, с точки зрения съемки портрета, но в действительности это проверенная вещь, что многие фотографы, включая известного, например, какого американского фотографа, звезду американской фотографии Ричарда Ведона, пытались снимать на кладбище. Почему это происходит? Потому что человек, модель, да и сам фотограф, когда туда попадает, он испытывает очень сильные чувства, сильные переживания, у него идут мысли и он как бы раскрывается той среде, в которой все это происходит. Я думаю, что для каждого это свойственно переживать вот эти моменты раскрытия мыслей, воспоминаний, еще чего-то. И Матрёнин это остро чувствует. Продолжает он снимать и портреты, но они к этому моменту его не так сильно уже волнуют. Скорее его волнует более абстрактные, холодные композиционные решения такого типа. Тоже уже близки к абстракции, хотя они в общем-то наполнены обычной такой средой, которая характерна для фотографов, которые снимают. Общение с Кудряковым не проходит тоже даром. И по воспоминаниям эта фотография была снята вместе с Кудряковым, когда между ними происходили длительные диалоги, как же нужно снимать для того, чтобы сделать что-то более серьезное, чем обычная фотография. То есть по сути уже шел в тот момент разговор о выходе за пределы фотографии, но средствами фотографии. Столбы от причала старые, они подожгли их, и в этот момент тоже вспоминается его рассказ о том, что в этот момент был рецидив у Кудрякова, который испытывал стресс, что за ним следят и охотятся, и он здесь же на берегу как бы ожег какие-то негативы свои, и одновременно вот они снимали это такой пожар, она тоже уникальна фотография. Вообще с огнем, ведь мы здесь видим по сути перформанс, акцию такую, практически никто не работал в то время, ну, среди петербургских фотографов. Такое же влияние оказывает, наверное, присутствие Кудрякова ощущается и в этой работе, потому что он впервые из сохранившихся, на сохранившихся работах, точнее, это видно, он впервые использует изображение, живописное изображение, графическое, чтобы создать матюрмон, то есть как бы он начинает переходить к сам пляжу. Что-то из этих работ было включено в его сборник, вы видели, наверное, что эти работы настолько резко кадрированы, то есть еще сильнее доведены до ситуации абстракции, еще и с этой точки зрения интересно было показать этот ролик вам, потому что сейчас у вас тоже срабатывает память, когда вы смотрите на них и наверняка выхватывают какие-то фрагменты, которые вы видели тогда, то есть обращаются вспять. Для Матрёнина практически любой объект имел ценность, это абсолютно точно, поэтому, когда он ходил всяким помойкам, он очень любил море, тепло, очень любил плавать на лодке, ходил всегда на берег Невы, где искал какие-то выброшенные на потерянные когда-то или выкинутые предметы собирал, приносил на мой и в надежде их когда-то использовать. Но, наверное, ближе к 80-м уже годам, к началу 80-х, это 81-82 год, его интерес к фотографии угасает, как, впрочем, интерес вообще к любому творчеству. Связан он с простой вещью, что растет дочь, ее надо кормить, там нужно работать, и он начинает работать, плюс меняется вообще ситуация, начинается перестройка, а вы, наверное, обратили внимание, что даже в таком кратком рассказе мы сталкиваемся с неким образом человека-тунеядца, то есть человек, который работал, но бесконечно уходил с работ, он работал в трех местах фотографом, в том числе и в текстильном здесь институте, где работал вместе с Смеловым, оно пришел туда раньше, и именно это место можно считать началом его профессиональной карьеры, потому что сюда он поступил по рекомендации из института МВД, и его сюда приняли, здесь была мощная лаборатория, здесь много чем занимались, как технической фотографией, так съемкой кино, так и съемкой моды, вы понимаете, что текстильный институт, и здесь все было по-серьезному в лаборатории, поэтому работы было очень много, и он получил возможность попробовать себя и там, и там, и там, во всех направлениях, по сути. Нельзя сказать, что он не стал профессионалом, нет, он даже по прошедствии 20 лет, в 2000-х годах, совершенно четко понимал, как появляется фотография, что нужно сделать, и его стремление к тому, чтобы вернуться к фотографии, оно было уже в конце 90-х, начало 2000-х, но время уходило уже, невозможно вернуться в лабораторию, где огромное количество материала, где все бесплатно, где можно этому уделять целый день, где, соответственно, результат получается за счет того, что человек свободен в своем творчестве, не ограничен одним отпечатком, для него это было не характерно, напечатать одну фотографию, нет, нужно было даже в процессе печати экспериментировать, один раз я столкнулся с этим, потому что он не мог до конца понять, как можно напечатать фотографию, поэтому он стремился ее напечатать в 10-20 экземплярах, это было такое откровение, потому что каждый лист, который он печатал, по-своему был хорош, но он его не удовлетворял, он все время надеялся, что там что-то произойдет, чего не может быть на этом листе вообще. В 98 году он возвращается в искусство, возвращается благодаря возможно благодаря художнику Валерию Вальрану, который устраивает одну из первых анатомий современного искусства, точнее, первую анатомию, куда приглашает в том числе и Матрёнина. Для этого времени, кстати говоря, очень важен этот момент, потому что следующая лекция я сейчас проанонсирую, потому что это здесь к месту будет про Сергея Свешникова и тот тоже как и Матрёнин в 80-х исчезает, просто не оставляя следов и точно так же всплывает где-то уже в 90-х, заново всплывает, появляется интерес к творчеству по разным причинам, как я уже говорил, но это происходило. У Матрёнина кроме работы еще был длительный период связанный с семейной трагедией, о которой наверное не стоит говорить, но она была очень мощная трагедия, которая не давала больше ничем заниматься и часть архива, которая тоже сохранилась близне к нам, она связана с тем, что он с женой путешествует по святым местам России, ездит, снимает церкви, вся та же тема кладбищ, но уже неформально, а скорее больше визуально, не представляет практически какого-то художественного творчества, художественные ценности. а в 98-м он возвращается и показывает одну работу галереи арт-коллегия, в этот момент он начинает экспериментировать в другом резком направлении, появляются современные материалы и появляются в рекламе, созданные для рекламы прежде всего, такой материал как поливинилхлоридная пленка, которую он нарезает на кусочки и составляет из них клажи, и опять он эту пленку наклеивает на картины, ему не хватает объема, не хватает пространства, он совмещает опять же две реальности, три реальности, давая возможность зрителю погружаться туда или продираться, как вот на этом снимке, через театр в задник уже, или наоборот, может быть, когда скорее на фоне задника происходит вот это уникальное событие, разворачивается спектакль Матрёнин. Естественно, от каких-то более-менее понятных вещей фигурных он переходит снова к абстракции, их перементирует в этом направлении. Снова, если обратите внимание, что он на плоскости все время пытается получить объем, что ему в общем-то вполне удается. Сравнимы ли они с фотографиями предыдущего периода? Наверняка сравнимы, потому что мы можем найти здесь перекличку одного, другого, мы можем обратить внимание на вот эти вот наверное опять же композиционные решения, которые он здесь применяет и на то, что он использует не один цвет пленки, а несколько сразу же, но при этом достаточно лаконичен. Чуть-чуть позже создает большие ассамбляжи на столах и здесь можно говорить еще о том, что конечно он в этот момент чувствует себя настоящим художником, который ему удается очень много чего делать. Все, что он набрал за свою жизнь предыдущую из этого мусора, то, что у него где-то припрятано, лежит, то, что он когда-то видел, все это используется в этих работах. Это опять же Поль не винилхлоридная пленка, наклеенная на столешницы деревянные. Это уже большие объекты, очень серьезные, тяжелые. Это прямоугольная столешница, просто почему говорю столешница, чтобы вы представляли размер, то есть он работает с большими картинами. Чуть-чуть проскакиваем его художественное творчество, потому что в действительности кураторы и его друзья были сродни провокаторов, когда провоцировали его на создание этих работ. Почему я это говорю? Потому что проблема Матрюнина была всегда в том, что он мог сделать, но он не мог это продать, не мог куда-то пристроить. Поэтому когда он делал, он тут же успокаивался, все это стояло, лежало, висело, и он ждал, что кто-то придет, это все заберет, покажет на выставке, куда-то отвезет, что принесет ему некую благодать, что он будет чувствовать себя нужным, интересным. И он всегда радовался этим выставкам и ездил с ними, с этими работами в Ярославль, в Москву. но фотография его точно так же привлекала, тянула, и как я уже говорил, что вот эта невозможность печатать самому, отсутствие лаборатории, все-таки не мешала ему делать эти работы. В 2011 году появляется первая новая его серия, называется она «Дохлый телевизор». Тоже вроде бы совершенно простая вещь. Телевизор, сломанный телевизор, на фоне которого снимаются предметы, которые постоянно проигрывают вот эту новую историю. Вы сейчас увидите, как это меняется, как меняются те точки, на которые мы смотрим, как происходит взаимодействие предмета и экрана. хотя экран никак не меняется, он постоянно один и тот же. Снова игра с пространством, снова игра в театр. Предметы самые странные, иногда узнаваемые, иногда неузнаваемые. Естественно, концептуальная серия, и мы можем говорить о том, что этот второй период творчества Матрёнина, он интересен тем, что он окончательно избавляется от привязки такой реальности и создает вымышленные миры. Здесь все время еще идет игра с масштабом. Обсуждать Сматрёнин в тот момент его работы, то практически никогда невозможно было получить от него внятного ответа, что же толкает его на производство этих работ. он просто их видит, как будто они ему снятся. Телевизор, например, как бы случился благодаря испортившемуся телевизору, благодаря наличию предметов и благодаря тому, что Матрёнин в этот период интенсивно, практически каждый день смотрит по нескольку фильмов и сразу же начинает воображать и сразу же происходит вот это соединение. Все предметы с одной стороны всегда связаны с нашей жизнью, с одной стороны, а с другой стороны, как только они сюда попадают, они теряют эту связь и он начинает ими манипулировать. Один раз посмотришь, второй раз посмотришь, а потом начинаешь задумываться, может быть, это даже не театр уже, а кино, в которых каждая фотография представляет определенный жанр. где-то это триллер, где-то это любовная история, где-то это фантастический фильм. Кстати говоря, мы смотрим оригинальные тоже отпечатки, напечатанные на очень плохой бумаге, но они очень хорошо подходили к этому. Чтобы вы представили себе, что это такое, это отпечатки старой бумаги, наверное, в 70-х годах слипшиеся, промокшие по краям бумаги, которые начали еще давным-давно покрываться такой плесенью, проедаться чем-то, как бы дырки были уже в ней. И когда он на ней печатал и увидел первое изображение, увидел, что там есть пятна по краям, желтые, какие-то синые, коричневые точки, он сказал, так это как раз и есть дохлый телевизор, это же все связано с тем тленом, который должен был быть у этих фотографий. И он проявился не на изображении, он проявился в самом составе бумаги. В 2010-2015 годах, параллельно с этими фотографическими сериями, он начинает заниматься объектами. Объекты очень интересные, и они, конечно, уже уводят его совсем другое место, это уже не столько ассамбляза, сколько скульптуры абстрактные, но всегда интересные и всегда действующие. Почему действующие? Потому что действительно можно было подойти к этой скульптуре, отщелкнуть замок, и фигурка улетала. То есть они несли себе функциональность не только как предмет искусства, а именно функциональность игрушки сохраняли. Это было достаточно любопытно, потому что опять же улетающий космонавт обращал нас к истории космонавтики, к иронии над космонавтикой. Сейчас бы еще сказали, что естественно это человек матрёнин, автор, который сформировался в 60-70-х годах, это связано с его такой памятью о полёте в космос Гагаре. То есть соответственно это была такая реакция и реакция на то, что в 2000-х конечно он переживал очень сильно, как и все, когда смотрел телевизор, например, что то, что происходило в стране и всё. То есть как бы политически активен еще бы в какой-то мере. Калажи снова с плёнкой, снова объекты. Наверное, в этот момент уже практически нет больших серий, скорее это единичные работы, имеющие ценность сами по себе. Насколько я знаю, многим своим друзьям всегда звонил и говорил, которые интересовались его творчеством, он всегда говорил «Заходи в гости, я сделал новый объект, тебе он обязательно понравится». И это было такое ожидание, потому что никогда невозможно было представить, что уже появится. Фотография 2011 года, а тут одна из таких прогулок на Смоленское кладбище с множеством рассказов о том, кто кого когда задержал, кто где сидел, на каких могилах, с воспоминанием о том, что было. И в этот момент уже тоже важная важная наверное вещь, потому что у Матрионина память начинает работать не столько абстрактно, а уже конкретно. Очень многие люди, знакомые ему, как Борис Милов, уже похоронены на этом кладбище, поэтому в какой-то мере это превращалось всегда еще и посещение, посещение такое осознанное, длительное, по два, три часа можно было гулять по этому кладбищу, опять же, слушая истории различные. Вот такие вот объекты, это не значит, что он просто полностью бросает заниматься фотографией, нет, он продолжает снимать, и тоже связанная история совершенно потрясающая, потому что он постоянно терял телефоны, и ему постоянно покупали новые, или отдавали новые телефоны, и поэтому все свои фотографии в этот момент, так как пленка была дорогой, обработка была сложной, он снимал уже на телефон, и какова его была радость, когда он в конечном итоге получил телефон, по-моему, с 8 мегапикселями, и сказал, на этом можно делать все, что угодно, и наконец-то вернулся снова к фотографии. Вот небольшая серия, 5 штук подносов, здесь только две электрические ассамбляры, а вот его работы последнего времени. Их было немного, он очень жестко относился к отбору работ, и понятно, что публиковал, например, и показывал только по-настоящему те работы, которые его каким-то образом стимулировали на то, чтобы поделиться, на то, чтобы представить, он всегда ждал отклика на эти работы, они у него всегда практически всегда получали название, если, кстати говоря, у фотографии было название, то это была совершенная работа, за которую он готов был уже отвечать, он как бы выпускал ее в жизнь. Вот они перемежаются, и видите, снова изображение, фотография появляется в ассамбляже. Наверное, последняя его совершенно такая замечательная серия, которая была неожиданна. Один раз он позвонил и сказал, что ему подарили куклы в таком деревянном плетеном бидоне. Их много. Потом подумал и сказал, но я бы еще принял в дар несколько кукол, потому что я хочу снять серию. После этого он долгое время ходил и говорил, что я хочу снять серию, мне нужно еще барби, мне нужно еще что-то такое. Это постепенно наполнялось и вывелось вот такую серию, которую он снял на своем любимом кладбище. Интересно было потом спрашивать его о том, как вообще люди реагировали на это. Снято осенью уже поздний. Он говорит, там никого не было, а кто видел, не обращали на это внимания, потому что он использовал по сути прием, который характерен для этого места, когда на могилах оставляют игрушки, какую-то память об этом. И удивительным образом это снова театр. И снова эти актеры проигрывают одновременно иронию по тому времени, в котором он жил, по тем людям, с которыми он общался. После просмотра первый раз этой серии и сказал, а ты здесь есть? Он подумал, сказал, ну конечно есть, ты сам должен найти. В действительности это все герои его жизни в какой-то мире, которые населяют это место, точнее он населяет это место, с которым очень много было связано и они здесь ведут себя так же, как, наверное, в жизни, сумбурно, как бы ему хотелось, общаясь, радуясь, ругаясь, то есть развлекаясь, как в жизни. Не на этой фотографии, там есть еще одна, но это кукла, он говорит, это я. Вы обратили внимание, что через вот эту череду постоянно идут его автопортреты и его портреты, но он был одним из тех авторов, который любил себя снимать. Любил снимать не потому, что, наверное, что любил себя, а скорее он остро переживал вот эту потерю интереса к своей личности. Ему все время хотелось находиться в обществе, чтобы с ним разговаривали, он мог бы рассказывать еще что-то. Он действительно показывает нам может быть свое одиночество, свою какую-то избранность, одновременно это общество, которое приходит навещать, создается на этом кладбище, в этом пространстве. Не думаю, что эта тема настолько мрачная, а на самом деле он очень ироничен в этой серии. Еще один момент, который характерен, рассматривая работы, естественно, начали говорить, так это посвящение кому-то, он говорит, конечно, каждая работа это посвящение определенному человеку, можно так рассматривать ее. Я говорю, и к Смелову ходил? Он говорит, да, сходил к Смелову, а как же его пропустить? И на его могиле что-то происходило. 13-й год. Вот это мастерская, в которой появились практически все его работы. Это мансарда самозахват, так называемые, мансарды дома последнего этажа, куда он пробил в конечном итоге потолок, захватил ее, туда был вход с чердака, но каким-то образом в 90-х, в начале 90-х он это сделал, туда приносил все эти предметы, там всегда было очень интересно, стоял компьютер, где он смотрел фильмы, соответственно общался со всеми, там он показывал фотографии, там показывал свои новые работы, очень по-домашнему, но при этом всегда была провокация на обсуждение, которого Матрёнину очень часто не хватало, обсуждение работ, наверное, он практически всех втягивал в свою кухню, чтобы все высказывали мнение, за счет этого мнения он мог корректировать свои работы, но чаще эти мнения убеждали в его правоте того, что он делает. Еще раз повторюсь, что не всегда он мог до конца осознать то, что он делает, но мне кажется, что как раз это и отличает его как настоящего творца, художника от многих авторов, даже концептуально. Это была лишь идея, которая развивалась сама по себе. Недаром его работы последнего периода, вот этих конца 90-х, 2000-х годов, они были настолько сильно востребованы кураторами, не с точки зрения, может быть, покупки, хотя он в какой-то момент жил на этом, а скорее с точки зрения того, что они заставляли себя их купить, без его уговоров. Купить, присвоить, я не знаю, можно по-разному говорить. Но вот это последняя работа, которую я сегодня хотел показать, и такой краткий итог. Вот смотрите, почему на самом деле выбор падает на Матрёгина. Вы знаете, наверное, для ленинградской фотографии того периода это наиболее характерный персонаж. Во-первых, он интересуется абсолютно всем, то есть открыт для некого познания. Во-вторых, его творчество первого периода, как я уже упоминал, хочется акцентировать, его творчество первого периода 70-х годов, оно абсолютно уникально в контексте именно фотографического движения, потому что он захватывает территорию не классической фотографии, а современной фотографии. А если мы задумываемся, то до сих пор задумаемся сейчас, то до сих пор мы сталкиваемся с очень простой вещью, с непониманием того, что существуют некие пласты фотографии. Есть классическая фотография и классические фотографии, которые любят и снимают свой город, например, передают его красоту, ищут какие-то новые точки, которые расширяют представление о городе, закрепляют его в истории, и это совершенно потрясающе. Опять же, в отличие от Москвы, это совершенно потрясающе, плотная иконография фотографическая создана фотографами Петербурга за все это время, где-то там с 1850-х наверное годов, когда начинают снимать виды Петербурга. Она действительно плотная, именно фотографическая, то есть реальная, можно видеть, как меняется каждая улица. Практически нет, наверное, ни одного места, которое не было заснято. Возможно, что когда-нибудь произойдет это произойдет, когда появится какой-то человек, который сделает антологию изображения Петербурга в фотографии за 200 лет. Это удивительная штука, потому что классическая фотография, она построена прежде всего на заполнении лакун. Если что-то не снято, это должно быть снято. Если не найден новый угол, он должен быть найден. Если появляется новая точка зрения, она должна быть отражена фотографией. Если происходит какое-то событие, оно должно быть снято. И так бесконечно. То есть такая линейка, когда один автор дополняет другого, он втискивается очень плотно, но одновременно, как правило, новый автор всегда выталкивает кого-то, кто сделал эту фотографию хуже. Вот этим и занимается музей, пытается отследить то, что становится в ряд канонических образов, наиболее сильных, наиболее интересных. Если мы говорим о Матрионине и такого типа авторов, то мы сталкиваемся с совершенно другим. именно эти авторы дают не изображение города, они создают ему легенду, легенду, которая расширяется с точки зрения современного искусства. Опять же, термин плохой современное искусство, но современное мы понимаем, что оно современно для того времени, в котором работает художник. работает и он создает славу городу, но абсолютно по-другому. Он находится на острие и всегда находится на границах того, что мы называем фотографией или понимаем под фотографией даже сейчас. Границы, которые удивительны сами по себе и несут все время новое, абсолютно новое, которое никогда не было вообще не было в природе. То есть каждая фотография, каждый объект становится уникальным произведением. У него нет конкурентов. Отчасти не все, но какое-то количество работ Николая Матрёнина действительно входит в этот ряд уникальных произведений, описывающих художественное развитие городских художников и вообще творчества художественного. Именно поэтому мы обращаем внимание на таких людей. К сожалению, их не очень много, но этот период характерен тем, что они появились и слава Богу, что они были в этот момент. Продолжение следует...